Всем привет! Сейчас я нахожусь в городе Моравска-Тшебова. Здесь всего 10 тысяч населения, но город очень интересный. Здесь много интересных мест, достопримечательностей. Город находится перед этим хребтом, который разделяет Моравию и Чехию. С этой стороны живут моравцы, а там живут чехи. Там даже идет туннель 350 метров, потому что там очень большой хребет и никак нельзя было по-другому дорогу сконструировать. Приехать сюда я должен был в воскресенье, но после летом вышла пошел сильный дождь. Когда мы вернулись в Градис на Цветову, это помешало мне поехать в Моравскую воскресенье. И мы решили перенести на понедельник приезд сюда. Потому что я вообще был с велосипедом и я думал, что надо ехать на велосипеде. В общем, так и не придумал, как лучше в дождь можно. В общем, решили, да, не ехать. Зато вечером был ужин. И перед отъездом Ярмилы в Англию к мне приходили друзья. Мы попробовали блюдо словацкой кухни. В понедельник, да, я перебрался в Моравскую, но также был дождь, поэтому... Но уже некуда было отступать, поэтому я решил ехать до сюда на автобусе. Велосипед я оставил там, в Граце. Сюда приехал на автобусе только с сумкой. Это было днем. А перед этим мы заехали с Юрием в библиотеку, где находятся его экспонаты. Это интерактивная таблица Менделеева в Свитове, которая включает очень много элементов. Есть те, которые там не достают, но... То есть каждый элемент находится на своем месте. Можно ее в табличку включать по группам. Металлы, не металлы и прочие другие. То есть очень интересно. Сюда я приехал днем, мы встретились. Быстро посмотрели город немножко, так вот мельком пообедали. И Алена уехала в Градец Кралово. Да, в понедельник это было. Потом мы, когда вернулись домой, там познакомились с семьей. Очень интересно. Очень интересно прошел вечер. Ребята даже выучили песню, расцитали... Я бы не игрушу, а прокачушу, да. Также мило пообщались. Папа знает русский язык. Также мы проработали маршрут, чтобы поехать на... на велосипеде. Да, там семья, там пять детей. Но Дора сейчас находится по работе и по учебе в других городах. То есть интересно, мило. Также было интересно тоже попробовать что-то новое из чешской кухни. Из сладкого, из такого. И вечером был футбол. Россия играла. То есть проиграла. Вот. Также очень классно было, что было приятно попасть, так сказать, в родственное место. Потому что на компьютере, на рабочем столе у них фотография Габриэлы Сукаловой. Вот. Это было очень приятно, потому что я тоже потом показал свою фотографию, где у меня с ней в новом место. Я сфотографировался. Вот. И еще самое интересное, что девичья фамилия мамы тоже Сукалова. То есть вот так прикольно было. Удивительно. Вот. Это что касается понедельника. По вторнику и среду я запишу, скорее всего, потом. Другое видео. Всем счастливо. Такой чудесный город внезапно открыл для себя.